итак всем привет сегодня мы развеем раз навсегда миф про закрытие гэпов на cme работает ли это можно ли по гэпом анализировать рынок криптовалют куда он дальше пойдет провалится или вырастет но прежде чем я это сделаю напомню вам что у меня есть веб-группа где ум и успешно торгуем и соответственно также не только есть скриншоты но и видеоролик видеоролики которые я делаю отчеты в последнее время у нас профи составил плюс 87 процентов это отчет с июля по сентябрь в сентябре мы очень хорошо заработали а в июле писалось что по факту биткоин упадет до 8500 долларов и естественно альта сделает ретез на что собственно и случилось ну естественно также давались зоны покупки эфириум от 146 долларов в 100 доллара а соответственно мы вышли в сентябре успешно отработали биткоин от десятки мы работали стеллар 5 центов соответственно вырос после этого он на 50 процентов дальше xrp 22 цента сейчас xrp очень хорошо вырос то есть веб-группа будет в описании ну и также вот этот видеоролик я приложу в комментариях потому что никто не делает я считаю что есть на ю тубе еще некоторые мошенники когда у меня будут свободные руки я к ним доберусь и сделаю на них разоблачение потому что люди из-за них теряют деньги у меня группа нацелена на результат свыше 1000 участников и я думаю что в следующем году будет две-три тысячи участников пользователей этой чудесной веб-группы ну и более того есть тестовый доступ и если вы не заработали например в июле августе вступали в веб-группу и поскольку рынок был у нас в падении да кто следит за рынком тот знает заработать здесь было трудно то мы продлеваем доступ соответственно все это в описании пишите есть инстаграм тоже можете обращаться давайте начнем что у нас по гэпом если мы будем обращаться к гэпом на семье то мы значит найдем такую штуку что они действительно отрабатывает но гэп и отрабатывает не сразу гэп и не подходят для людей которые имеют краткосрочную торговлю кстати спонсор этого видеоролика хотите приумножить свою криптовалюту с минимальными рисками стабильно увеличивать размер своего крипто портфеля за счет прибыльных инвестиций тогда рекомендую ознакомиться с серьезным проектом разработаны одними из лучшими разработчиков в сфере блокчейна именно cryptrix.ru ребята мастера своего дела поэтому сделали чистый прозрачный проект на основе смарт-контракта позволяющий заработать от 5 до 20 процентов прибыли ежедневно своим вкладчиком вклады принимаются только в эфире есть дружное сообщество отзывчивая поддержка и множество позитивных отзывов о проекте ссылка в описании и поэтому можно подытожить что если вы трейдеры и торгуете на мелких таймфреймах то вам а вот это закрытие гэпов то есть практически ничего не даст то есть это больше подходит для среднесрочных долгосрочных таких трейдеров которые торгуют на дневках именно на дневках или по недельным то есть по недельному графику тоже можно вести торговлю если кто-то не знал возможно да то есть предварительно либо выйдя из актива либо зайдя в этот самый актив давайте значит приступим первонаперво вот здесь мы видим по cme явное закрытие гэпа пусть оно будет формальным вот здесь у нас был пин бар на дневном графике и вот собственно что мы получили что такое вообще гэп это закрытие сессии по сути получается да на выходные то есть пятницу значит мы закрываемся в понедельник мы открываемся уже с новой ценой и вот эта разница цены это получается разрыв да и вот здесь мы формально закрываем вот эту разницу соответственно эта разница закрывается как мы здесь видим она может закрываться от там нескольких дней до недель и месяцев также мы видим что здесь тоже был покрыт гэп он был открыт с 8 до 8 800 и смотрите как он был закрыт он был закрыт и пошли дальше вот здесь у нас получился разрыв 8 300 8 800 но мы сразу не закрывали этот гэп и вот тут ловушка потому что возможно те кто ориентировались в частности я они вышли с биткоина главное что они не перезашли и не покупали bitcoin здесь а я уверен что есть такие люди которые как я например вышли да все красавчики заработали там x2 даже больше но в итоге вышли из биткоина и естественно зашли в bitcoin по 10 12 тысяч долларов это роковая ошибка и скорее всего сейчас людей такие сидят в потерях поэтому на соответственно что можно здесь сказать здесь гэп которые открывались они закрылись вот здесь вот гэп который открывался 21 июня он закрылся 2 июля то есть видите формальное закрытие произошло также вот здесь закрывался гэп вот здесь закрывался и поскольку у нас все ниже и ниже были вершины то здесь толком гэпов уже не было то есть волатильность биткоина она была в норме и таких разрывов уже не было естественно волатильность биткоина Она очень сильно снизилась, ГЭПы так уже не открывались, не закрывались. И в итоге мы получили пролив. Если мы будем смотреть на ЦМЕ, то здесь практически нету, кроме вот этого формального закрытия, где бы нам нужно было бы упасть, чтобы закрыть ГЭП. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть 200-дневная скользящая, а это цена 7300. То есть по ЦМЕ нам необходимо сначала упасть на эту 200-дневную скользящую, сделать крест смерти. И только потом можно будет говорить, возможно, об этом формальном закрытии, которое у нас есть на ЦМЕ. Если мы будем смотреть на Грейскейл, это тоже очень интересно и очень интересный инструмент. Сейчас биткоин торгуется 9000, свыше 9000 долларов. Что здесь имеется в виду? То, что здесь биткоин, он был, у него разрыв, был ГЭП, это 5. То есть по сути, по курсу это получается 6 или около 7000 долларов. Ну, то есть 6,5 где-то. И получается, что чтобы закрыть этот ГЭП, биткоину сейчас необходимо опуститься. И прежде чем закрыть, у нас есть еще здесь падение необходимо. Это на 8000 долларов за биткоин, но по сути это где-то около 7. Около 7-6 тысяч долларов за биткоин. Делаем вывод, что необходимо достигнуть, чтобы закрыть вот эти ГЭПы. И это так или иначе будет достигнуто. Еще раз хочу сказать, что это работает для тех людей, которые торгуют средний срок, долгосрок. На каких-то мелких таймфреймах, то есть как-то ГЭПами баловаться, ну это полная дичь, это полная фигня. Почему? Потому что еще раз говорю, что ГЭПы закрываются от нескольких дней до нескольких месяцев. И, соответственно, мы вот получаем такую картину, что закрытие ГЭПа, ну необходимо подождать несколько недель, а то и месяцев. Ну, вот, собственно, такие вот мысли. Я считаю, что биткоин так или иначе сейчас медвежий. Рынок альтов, он более-менее адекватен, но если мы берем какие альты, если мы берем XRP, да, возможно, XRP будет расти. Почему? Да потому что исторически монет показывает, что она росла тогда, когда биткоин падал. И это нормально. Почему? Потому что киты интересуются инструментом новым, чтобы на нем заработать, поднять больше бабла. Что это за инструмент? Инструмент, который находится в топе, который ни хрена не давал X-ов и который только делал просадку своим инвесторам. Что это за инструмент? XRP, правильно. Поэтому, в принципе, ну отчасти. То есть я просто заострил внимание на XRP. Кто слушал меня, кто слушал мой канал, сейчас в профите вы находитесь на 9% благодаря мне. Ну вот такие дела. А что касается, значит, других новостей, то что вот аналитики вообще говорят, что рост числа крупных биткоин адресов повторяет динамику до 2014 года. То есть число биткоин адресов, содержащих 1000 BTC, это 8 миллионов 300 тысяч долларов или больше, сейчас растет такими же темпами. Как мы видели, вот 10, то есть 12, 14 и дальше, соответственно, сейчас тоже идет рост. Но это такое, то есть здесь нельзя прогнозировать что-то. Почему? Потому что, да, действительно могут наращиваться активы, но никто не застрахован от пролива. Особенность в том числе, что я рассказал про ГЭП и вам историю, какой она может быть. Что касается, значит, объема на BitMEX, он, значит, упал до многомесячного минимума ниже 1 миллиарда долларов. И, соответственно, сейчас на BitMEX все не так радужно, как ранее. Потому что волатильность убивается, рынок стагнирует, ничего интересного не происходит. Google тренды гаснут. И поэтому в силу этого рынок не интересен. И, соответственно, сейчас такой, ну, вообще прям не хочется сюда не входить, не торговать, ничего не хочется делать. Хотя с точки зрения там инвестора, да, то есть сейчас благоприятное время для инвестиций в криптовалюту, да. Но еще нужно понять, куда инвестировать, да, потому что уже криптовалюта дала коррекцию 60-50%. Соответственно, это альткоины, это эфиры, это лайткоин. Там уже, в принципе, додумывайте сами, принимайте решения сами, то есть и так далее. Поэтому хочу вам напомнить, что, если что, есть вип-группа, есть отчеты, есть отзывы в, значит, телеграм-канале Криптофатеев. Ну и всем удачи, всем пока и до новых встреч.